Не каждый может похвастаться тем, что он счастливчик, ведь победителем игры в кальмара может быть только один. Но вот быть счастливчиком вдвойне — это вдвойне редкий случай. Джим не только выиграл игру в кальмара, но еще и был усыновлен куклой. Весьма неожиданный поворот событий, но так ли ему повезло? Верится с трудом, что из робота может выйти родитель, но кукла из игры в кальмара кого угодно могла удивить. Каждое утро у Джима были вкусные завтраки, а все опасения, связанные с работой новой мамы, быстро исчезли. Стоило Джиму узнать ее получше. Это на работе она была суровой, дома же она была весьма мила. Кукла была очень заботливой и переживала за Джима. Даже к его мелким уловкам она относилась с пониманием. Если он не хочет идти в колледж, он может остаться дома, но про учебу забывать не стоит. Что касается Джима, этого парня сложно было назвать ангелом. Больше всего на свете он обожал розыгрыши, и его другу Майку частенько от него доставалось. Как-то раз он даже придумал для него подставное испытание. Джиму удалось сделать все мастерски, так что Майк до последнего не мог ничего заподозрить. Да, выиграть у красного было сложно. Сложнее, чем Майк себе представлял. Особенно если красный – это Джим. Кукла старалась быть хорошей мамой. Поэтому уделяла Джиму все свое свободное время. Чему он был несказанно рад. Правда, разница между ними была заметная. Кукле стоило поработать над тем, чтобы быть более человечной. А пока этого не произошло, им, сынам, стоило выбрать более безопасные виды активного отдыха. Например, мыльные пузыри. Быть родителем – тяжелое время. Порой дети бывают очень надоедливыми. Особенно, когда им что-то нужно. Джиму, например, очень хотелось завести домашнего питомца. И отношение новой мамы к животным дома было принципиальным. Но кукла не собиралась расстраивать Джима. Она приготовила для него альтернативу. Да, к живым животным у нее было негативное отношение. Но никто не запрещал Джиму завести робопитомца. В любой ситуации можно найти компромисс. Дети славятся своим любопытством, а в особенности подростки. Джим нашел странный пульт, а это значило только одно – нужно было проверить, что он делает. Пульт был рабочим, хоть поначалу это было сложно заметить. Ведь он включал и выключал куклу. Кукле нужно быть внимательнее. В будущем не стоит оставлять его вместе, куда могут легко проникнуть дети. С появлением Джима у куклы прибавилось забот. И порой она и вовсе забывала о себе. Когда у тебя много дел, легко можно забыть о зарядке. Однако кукле очень повезло, что у нее появился Джим. Он был очень заботливым мальчиком и не собирался бросать ее в беде. Даже если у него возникали трудности. Но он был готов на все, чтобы ей помочь. Вряд ли бы куклу кто-нибудь отбуксировал на зарядку, кроме Джима и его друга Майка. Кто бы что ни говорил о Джиме, но он умел отвечать заботы на заботу. Хоть Джим был весьма балованным, он очень часто помогал людям. Не бесплатно, конечно. Но именно он придумал, как обезопасить некоторые конкурсы. Конечно, его страховка не гарантировала абсолютную безопасность. Но все же это было лучше, чем ничего. К тому же он не забывал про компенсацию. С тех пор, как Джим стал победителем игр, он был настоящей знаменитостью. С ним делали много фотографий. Но среди красных тоже есть любители розыгрышей. И некоторые из них были весьма необычными. Но Джиму нравились. Даже роботы могут уставать на работе. Джим хотел провести время с мамой, но она вернулась домой очень уставшей. На играх был день зеленого-красного, и ей очень хотелось отдохнуть. А, как известно, лучший способ отдохнуть — это что-то поменять. Так кукла впервые за долгие годы взглянула на свою работу с совершенно иной стороны. Это оказалось очень веселым занятием. Правила нужны для того, чтобы их нарушать. Джим прекрасно знал это. Но только нарушать правила, которые поставил робот, может быть весьма проблемно. Ведь роботы очень бдительны. А еще от них может быть сложно что-либо сохранить в тайне. Так тайна с татуировкой была раскрыта, и кукла явно была не очень довольна этим поступком. К счастью для Джима татуировка была временной. А вот у куклы имелась вполне настоящая. Только Джим все время о ней забывал. Ведь кукла умела стирать память. Об этом он, разумеется, тоже не помнил. Мама очень любила Джима. Зная это, он решил воспользоваться ситуацией и помочь игрокам на ее испытании. А заодно и немного подзаработать. Для этого он продавал свои фото, и вот как все должно было сработать. Видя лицо сына, кукла не реагировала на передвижение. Это было практически пропуском к победе. Но в плане Джима был один большой просчет. Его фото нуждалось в лучшей фиксации. Да, ему будет над чем поработать. Как и любой подросток, Джим был бунтарем. И очень часто старался обмануть мачеху. Например, притворяясь, что уснул. Для того, чтобы спокойно поиграть в телефон. Но от бдительного взгляда его робо-мамы невозможно было скрыть ничего. Джиму пора было понять, что шутки с мамой плохи. И лучше не расстраивать ее лишний раз. Не подумайте, Джим очень любил проводить с мамой время. Однако складывать с ней пазлы было невозможно. Терялся весь смысл этого занятия. Ведь она моментально могла сложить головоломку любой сложности. С такой помощью вся радость от сложенного пазла пропадала сама собой. Но он кое-что придумал. Да, иногда процесс важнее результата. Джим очень часто помогал участникам игры. Но с тем же успехом и любил им мешать. Большинство игроков уже привыкли к его выходкам. И их бывало сложно вывести из себя. Но каждый раз Джим придумывал новые. Перед которыми даже самые крепкие орешки попросту не могли устоять. В тот день дискотека на испытании куклы стоила игрокам поражения. Так весело еще никто не вылетал с игр. Жаль, но нужно идти дальше. Что бы ты ни делал, делать это с друзьями куда веселее и интереснее. Джим хорошо сдружился с Джулс. Поэтому частенько проводил с ней время вместе. Надо признать, Джулс была очень хороша в играх. Хотя периодически с мамой Джима возникали недопонимания. Ведь его мама еще не училась человеческим традициям. И не всегда понимала их истинный смысл. Но ничего, опыт ведь приходит со временем. Сегодня очень особенный день для Джима. У нашего счастливчика сегодня день рождения. Ему не терпелось получить поздравления и подарки. Но помимо обычных радостей этого дня, его ждал еще и бонус. Догадались, что именно? Среди всех кандидатов на усыновление была одна необычная крошка. В конечном итоге именно ее и решили удочерить Моника и Джои. Излюбленной забавой в этой семье была игра в конверты. Моника и Джои могли часами играть в них. Однако с появлением Молли настали изменения. По ее мнению, игра в конверты была уж очень устаревшей. Поэтому дочка решила показать родителям современные технологии. И хоть на адаптацию ушло какое-то время, вскоре Джои и Моника не могли оторваться от приставки. Молли не была капризным ребенком, но вот покушать она любила. Поэтому каждый раз, когда ее живот урчал, она усаживалась за стол в ожидании ее любимых хлопьев. О, она готова была уплетать их днем и ночью. Отчего бы так же не отказался и Джои. За годы семейной жизни он не ел ничего, кроме карамельного печенья. Поэтому ему как никогда хотелось разнообразия. Однако хлопья были исключительно для Молли. Джои вновь пришлось есть печенье. Что это, если не настоящая любовь? Он даже на время готов был их уплетать, лишь бы не расстраивать свою жену. Хуже всего матери удавалась готовка. Как бы ее муж не старался на это повлиять. Каждый раз он получал одно и то же блюдо. Куда ни глянь, в доме был только сахар. И чтобы он не пытался добавить в блюдо, каким-то чудесным образом, у Моники всегда получался один и тот же результат. Какими бы разнообразными ни были бы ингредиенты, вновь и вновь Джои получал сахарное печенье. На завтрак, обед и ужин. А это вредно, между прочим. Молли же осваивалась в новом доме, где все было таким непривычным. Хотя, по правде говоря, осваивалась она достаточно быстро. Возможно, потому что была роботом. Но даже этот пакт не влиял на любовь к ней, ее новых родителей. Джои даже подготовил для дочери подарок. Новое платье, чтобы Молли не ходила вечно в одном и том же. Правда, Молли проявила свои творческие способности и решила немного видоизменить подарок. А заодно и одежду папы. Теперь Джои мог похвастаться стильным топом. Как думаете, из Молли вышел бы хороший дизайнер? Джои невероятно любил Монику, поэтому всегда с большой радостью встречал ее с работы и делал ее уставшим ногам массаж. Обычно Моника это очень ценила, но не в тот день. Ведь оказалось, что Джои ее с кем-то перепутал. Да уж, ошибаться было нетрудно, ведь у всех красных одинаковая униформа. Еще эти маски! Во всех этих треугольниках, кружочках и квадратах так легко запутаться. К счастью, в тот вечер обошлось без скандала. Загадочной незнакомкой оказался отец Моники. Будь Джои чуть внимательнее, он бы понял это, ведь отец ее жены никогда не расставался со своим спиннингом. Моника давно мечтала о дочери, поэтому было неудивительно, почему она так много времени проводила с Молли. И уже совсем скоро Молли была ей как родная. Теперь, в день получения зарплаты, вместо одного сурового пальца на Джои указывали уже сразу два. А все потому, что он то и дело пытался спрятать часть своей зарплаты от семейного бюджета. Но, разумеется, ему это никогда не удавалось. Вообще, отцу приходилось многое терпеть из-за большой любви. Истрепня его жены была не единственной проблемой. Жизнь с ней была похожа на бесконечную игру в кальмара, где даже за одеяло приходилось бороться. Как будто это перетягивание каната. Кто знает, как долго бы это продлилось, не появись у них Молли. Казалось, не было проблемы, которую она не могла бы решить своим лазерным зрением. Совсем скоро в этом доме перестали ссориться из-за одеяла. Потому что их теперь два. Молли старалась помогать родителям по дому. Особенно она любила стирать вещи. Дело-то не хитрое. Закинул вещи, нажал кнопку и готово. Вот только Молли не знала некоторых тонкостей. Вроде того, что не стоит стирать цветные вещи вместе с белыми. А иначе могут возникнуть неприятные ситуации. Вроде той, когда Джои пришлось надеть вместо белой рабочей футболки розовую. За нарушение дресс-кода на работе его вряд ли похвалят. Диета Джои из карамельного печенья вечно давала о себе знать. Часто посреди ночи он просыпался от урчания в животе и готовился к вылазке на кухню. Но действовать он должен был тихо, чтобы Моника не догадалась, что со спрятанных денег Джои покупает себе еду и делает в холодильнике тайники. Все дело в том, что он не хотел расстраивать Монику и говорить, что ее еда ему уже приелась. Однако это стало невозможным после того, как в доме появилась Молли. Она стала следить за тем, чтобы Джои не ел в неположенное время. В конце концов, она заботилась о его здоровье, поэтому голодный отец отправлялся спать. Но чтобы его живот не урчал, Молли стала приносить ему стакан воды, который помогал избавиться от голода. Однажды у Молли появился обожатель, который даже пригласил ее на свидание. Она сразу же кинулась за помощью к маме, ведь абсолютно не знала, что ей делать. Это было первое свидание в ее жизни. Моника была мастером в подборе нарядов, и с ней было не принято спорить. Кстати, Джои, именно она подбирала одежду. Как и любому ребенку, иногда Молли становилось скучно, а когда ей становилось скучно, она капризничает. Однажды Джои решил ее подбодрить и включил ей игру на телефоне. Вот только включать игру с бегущим человечком роботу, который реагировал на бег, если честно, было не лучше идеи. Прошлая жизнь давала о себе знать. Да, Молли прожгла папин телефон насквозь. Лазер в глазах вещь, конечно, классная, но вот удобства в нем немного. Особенно, когда лазер реагирует на любые движения, даже если это твое собственное отражение в зеркале. Да, с такой штукой нужно быть аккуратнее, потому что прожженная папина газета это не самое страшное. С тех пор, как Молли забрали с игр, ее ждала жизнь обычного ребенка. С обедами, собранными мамой в колледж и множеством новых друзей. А знаете, кто еще грезил обедами? Джои. Он не покидал надежды, что ему удастся съесть что-то, кроме печенья. И уж точно что-то, кроме яйца и бутылки воды. Но ничего поделать было нельзя. Такая у него была работа. Понравилась наша история? Теперь смотри, что еще мы сняли для тебя и выбирай.